доброе утро дорогие друзья воскресенье мы сегодня отдыхаем наслаждаемся замечательной просто погодой я вот сижу сейчас в дворе на улице уже плюс 22 хотя только 9 часов еще нет где-то пол девятого сегодня будет жарко чувствую немножко есть ветерок но такой легенький теплый в общем погода просто супер классно будем сегодня так себе отдыхать насколько это возможно 10 лет завтра или послезавтра нужно будет ехать из моих водилам потом снимать смотрите мама мне принесла смородину нашу домашнюю такая вот мне кажется вкусно сейчас буду пробовать я еще не пробовала мама говорит что очень вкусная черная смородина на общей полезно вот сейчас буду пробовать дегустировать я давно ее не ела все не помню когда на последний раз когда была дома крайне раз в германии вообще не покупали чтобы такая красота так вышла немножко здесь возле дома смородину съела слушайте она вкуснейшая такая сладкая почему знаете вот часто мы едим в германии клубнику малина и нам не нравится вот нет этого вкуса сладости настоящего вкуса этих ягод что мне кажется там по солнце маловато в германии а ягоди давить полу еще любому фрукту нужно солнце чтобы хорошо напитаться что так хотела показать вот эту заднюю часть нашего дома здесь растет вот такая огромная просто марабелька да как у нас называют они еще зелененькие зеленые вот эти кислое мама говорит что где есть красные они уже такие сладенькие можно их есть так что так здесь у нас конечно травы но зато здесь классно чем что очень мало людей во первых и такое знаете раздолье прям живешь на природе а само село видите вот вот как она раскинулась наверху получается вот на той стороне и туда идет там начинается далеко наша улица болградская и вот сюда полностью продолжается там где видно я надеюсь церковь вот там и центр вот дом культуры школа и так далее вот так вот выглядит клиничная не знаю может быть в какой-то день если будет возможность проеду спасу вам покажу как живут здесь болгары и здесь дома красивая но не обещаю если получится посмотрим очень много делаешь есть из моей ли нужно будет съездить не один раз нужно начинать уже зубки это делать съездить записаться а вот поэтому мне еще нужно съездить где именно мой папе тоже визмейл зайти и передачу ему передать и пообщаться увидится в общем дел многовато но я в принципе тут и не на не на не на малое количество времени приехала надеюсь что все успеем там тоже такая моробилька большая класс воздух здесь ребята просто кто-то мне там писал спрашивал как тебе родной воздух вот реально родной абсолютно другой такой мягкий нежный такая вот мягкая классная погода здесь кстати вечером если будет вчера просто было пасмурно не было видно но сегодня если получится засниму вам закат здесь обычно такой закат над озером просто невероятный так что вот так очень многие писали в комментариях просили показать сам дом как выглядит дом да в болгарском селе вот это двор получается там гараж напротив вот сам дом начинается вот отсюда и вниз вы знаете что болгары всегда так строят дома в длину да вот длинные такие они всегда идут и всегда начинается сверху вниз дом начинается с большой комнаты в дом коридор спальни так далее я сейчас зайду вовнутрь постараюсь вам по-быстрому примерно все показать потому что у нас некоторых комнатах идет ремонт но в принципе покажу что и как где расположена хотя бы другие друзья обещала вам показать что как выглядит вот здесь самой крайней верхней комнате большой идет у нас ремонт практически уже все это дело на видите там все эти как они называются откосы наверху вот это все здесь такое сделали как кирпичик такой светлый такой вот структурную стену и еще осталось по моему пол будут красить и в принципе все повесить занавески все помыть перемыть после ремонта конечно же и в принципе все у болгар вот эта большая комната за верно самое главное в доме да здесь проводят все дни рождения все праздники поминки в общем все что можно это вот считается такая вот большая комната которая используется только для вот каких-то мероприятий с этой комнаты идет такой длинный коридор тоже здесь уже начали ремонт посмотрите начали уже срывать обои были такие голубые обои красивые но уже им лет десять наверное не помню может меньше может больше примерно так вот эти тоже две двери уже куплены пластиковые уже со стеклами такими красивыми будут их там в столовой тоже будут делать ремонт когда уже я уеду и они будут там установлены здесь тоже такие окна пластиковые давно давно несколько лет наверное лет пять может тоже сейчас когда здесь доделается ремонт будет занавеска длинная в принципе вот такой коридор и здесь обычно еще ковер на полу сейчас понятно от ремонта все грязное пока вот постелили такую обычную болгарскую дорожку килим называется на болгарском ну и вот коридора как обычно до болгарских домах идут здесь две верхние комнаты маленькие такие спальни первая комната у нас где свет она в таком светло-зеленом цвете вот здесь такие шторы зеленые все общем такое вот подобрано по цвету здесь всякие всякое новое что есть здесь всегда верхней комнате болгар стоит большой гарнитур где выставляются там все но в основном здесь все новое да какие-то там бутылки подарки которые были какая-то посуда новая которая не используется в повседневной жизни используется только на какие-то праздники у нас здесь смотрите чего только нет кто-то что-то откуда-то привозил вот этот кстати отправляла ликер маме из германии в прошлый раз из лидола покупала вот такой фисташковый помните вам показывала есть всякие такие шампанские вина коньяки и в общем все что угодно сестра тоже там привозила из румынии еще откуда-то родителям подарки ну и тут всякие смотрите бокалы какие-то наборы кофейные вот это тоже я привозила из нидерландов мы были в музее тоже отправляла родителям такой кофейный набор просто такой знаете как декоративный больше в общем куча посуды всякой красивой от это не когда-то писать и подарили визмаиле спортивная гордость я занимала там какое-то место вот две тарелки на подставке ну в общем куча куча всего здесь всякие там тоже миски и коробки все что не используется в повседневной жизни так следующая комната которая как как спальня идет тоже если вы заметили практически во всех комнатах на стенах есть ковры почему это сделано потому что у нас дом даже вот у нас он стоит как вы знаете рядом нет домов с той стороны один маленький дом с той стороны пустырь и хотя дом утеплен с задней стороны полностью но все равно ковры всегда вешали чтобы защитить все-таки стены чтобы сильно холод не шел до в дом и всегда вот такие теплые ковры на кроме паласов на полу ковры тоже вешали такие вот на стену и до сих пор они вот висят вот этот большой тоже гарнитур тоже старый но очень качественный этому гарнитуру уже лет я не знаю наверное но больше 30 еще маме ее родители на свадьбу подарили вот как приданная да и здесь вот такой у нас красивая тоже занавеска такая и такие розовые шторы все сделано в таком розовом тоне здесь практически но вот редко кто-то спит здесь в основном там не знаю можем прилечь там днем немножко но именно ночью здесь особо никто не спит потому что внизу еще есть спальня это я вам только начала показывать дом он очень длинный вот здесь у нас еще стоит вот такая большая морозильная камера очень долго думали куда оставить внизу там вообще негде поэтому поставили сюда потому что здесь особо никто не не спит в этой комнате постоянно поэтому морозильная камера никому не мешает очень удобно она абсолютно полная еды если я вам сейчас открою покажу вы будете в шоке потому что у нас там германия не знаю ну вы знаете у нас морозилка маленькая вот ну что там может поместиться на два куска мяса там какая-то рыба еще что-то а здесь конечно но родители так как занимаются и поросятами и параны у нас есть и все остальное очень часто нужно замораживать мясо или на продажу или то что нам остается не только мясо мамой рыбу замораживает и ягоды фрукты и овощи какие-то на зиму кучу всего фирма бекватова морозильник не помню сколько он стол не знаю может тысяч 10 его покупали еще не знаю три-четыре года назад точно если не больше что мы три года назад были здесь уже он был сейчас открою так просто сверху вам покажу сколько здесь всего смотрите что угодно есть куча-куча-куча всего это вниз еще знаете не буду доставать только вот это большой большой пакет это здесь дунайка килограмм 5 здесь мама создала дунайки которая все замораживается здесь всякое мясо и далее общем куча всего все закрываю чтобы его не портить и идем дальше так из коридора попадаем скажем так в такую вот немаленькую гостиную если узнаете это наш телевизор samsung помните мы его отправляли родителям когда купили себе там тот новый и посмотрите как он здесь идеально вписался вот уже подставку тоже отправили и вот на подставке себе стоит и прекрасно себя чувствовать здесь комната сделана в таком тепло коричневым таком стиле очень не нравится и занавески и обои такие красивые и шторы кстати раньше всегда было модно здесь в крыне вы знаете что лепят обои на стены сейчас уже потихоньку от этого отходит вот например здесь уже в коридоре когда будет делаться ремонт уже вот эти обои срывают скорее всего мама говорит что будет мастер уже просто красить стены что здесь что в большой комнате что скорее всего там столовой которая вам еще покажу вот потому что уже отходит немножко от этого по поводу обоев чтобы клеить везде все в обои так что уже будут красить стены есть такие еще люстра мой чемодан здесь стоит ждет своего часа вот так выглядит эта комната здесь родители спят и иногда здесь иногда в той комнате в общем везде где есть место у нас места много где спать такая люстра тоже симпатичная и вот так все выглядит в таком коричневом стиле этот уголок тоже не помню уже когда его покупали качественный классный стоит себе пока и слава богу это мой старый там ноутбук lenovo вот работает кстати еще мне все здесь такой письменный стол еще письменный стол этот письменный стол со стулом помню что я привезла из измаила из своего офиса тогда потому что уже уезжала в германию и не хотелось и не выбрасывать не продавать они практически новый такой набор он так и остался здесь у нас дома и тут куча куча всего еще есть хочу кстати вам показать сколько у нас здесь есть книжек сейчас подождите журнальчиков даже можно сказать люблю готовить посмотрите когда-то еще я маленькая была и постарше уже вот 2015 год 2010 видите мама выписывала вот эти журнальчики с рецептами тогда еще интернета особо так не было чтобы найти какой-то рецепт и постоянно нам приходили вот эти журнальчики просто так интересно сюда было вот была маленькая и мы с вами по этим вот журнальчиком по рецептам всем готовили что-то вкусное так что их тут посмотрите сколько две стопки полная доверху общем заполненном так что вот так вот тела вам показать в этой верхней комнате и забыла здесь вот есть шкафчик где лежат все мои грамоты наверное не только мои так иконку сюда сейчас вам покажу вот видите милана отмажова сейчас я уже конечно попала но была отмажила это что за профессионализм и качество освещения в прессе футбола ничего только нету это за что паблик мой из моего то моя группа в соцсетях за развитие популяризацию водного туризма что только нету посмотреть сколько грамот это тоже на день журналиста награждали вот это тоже посмотрите как красивая грамота потом вот это за весомый вклад в развитие популяризацию сока роте дальше это не моя грамота моего редактора так и остались у меня потом здесь тоже тоже видите все журналистские эти награды за личный вклад это грамота была от мэра города вот 2013 год связи с годы щеной основания электронного средства массовой информации за личный вклад в развитие информационной сферы города вот это тоже стретит треснула даже за спевпратию там что-то там в общем куча куча всего журналистов фитильного сайта тоже это от пограничников грамота вот такая тоже в общем этот папа всегда говорит надо выставку устроить еще у алины там стопка цель это тоже это грамоты которые больше видите кубок меського головы звала парагонев даже там участвовала тоже за журналистскую деятельность нас даже смотрите книга эктора две даже с рецептами мы когда-то дарили так и вот такая еще грамота золотое перо но это грамоты только с работы а где-то еще лежат все грамоты со школы с университета в общем их просто море еще хотела вам показать мою винетку со школы посмотрите какая была и обязательно пишите комментарии изменилась я до 2006 год сколько прошло почти 20 лет уже 18 лет прошло вот это я и вот мои учителя одноклассники все вот здесь мы подписали пожелания друг другу все одноклассники встретить в общем есть что вспомнить и вот так я выглядела в одиннадцатом классе когда заканчивала школу нашла в этой тумбочке свой старый фотоаппарат посмотрите sony сколько с ним отработала наверное лет шесть точно идеальном состоянии мне кажется до сих пор но насколько это возможно работает я думаю правда зарядить наверное надо но уже столько лет не пользуюсь когда появились уже айфоны стало намного проще снимать на телефон а не на фотоаппарат что с этой комнаты закончили вам все показала и с этой комнаты мы спускаемся в прихожую так выглядит прихожая здесь моя обувь пока здесь должна быть занавеска просто там был ремонт в соседней комнате пока еще тоже его заканчивают на самом деле это я всем привет на самом деле очень сложно в селе делать ремонт вы знаете потому что работы летом особенно на улице очень много во дворе в огородах вы видели сколько всего у нас растет везде и конечно стараться делать ремонты или летом частично или хотя бы осенью когда становится чуть меньше работы такой вот в огородах ну в общем вот так выглядит прихожая обычная ткань тоже в коричневом таком стиле сделана вот и вот так выглядит комнатка в розовом стиле это было всегда наша спальня с сестрой и вот несколько лет назад сделали вот такой набили вот знаете такую структурную стену очень красиво смотрится посмотрите как симпатично но здесь тоже заканчивается ремонт будут кровать еще покупать скорее всего другую потому что это старая здесь тоже ковер есть на полу в общем потихонечку дом преображается ремонт мы делали крайний раз такой масштабный на всю на весь дом когда моя сестра выходила замуж перед этим то есть это было лет сколько но почти уже 14 где-то назад 13 14 и конечно уже пора все обновлять а в большом доме вы знаете это сложно и физически и финансово и по всем фронтам здесь такой шкаф просто вот куча всего можно себе разложить косметику так далее там вещи все остальное в общем все как обычно обычный шкаф прихожей прихожей мы выходим попадаем на такую вот длинную веранду это может где-то находимся почти в конце дома вот такая вот веранда обычная со стеклами с дверями и со всем остальным одно стекло от ветра разбилась краешку как раз вот во вторник скорее всего поедем визмаил папа планирует купить стекло чтобы его туда вставить вот отсюда можно выйти уже во двор вот этом сидела утром вот такой вот обзора отсюда и отсюда уже попадаем в следующие комнаты до сих комната какая тоже не маленькая сейчас включу свет в таком на цвете свет чуть плохой и видите тень так на этом хотим сюда кстати тоже скорее всего вторник купить люстру потому что тоже старая печальная надо ее поменять и горит видите уже одна только это работает в общем эта комната моей бабушки любимой бабушки милане кстати названа в ее честь кто не знал но бабушка зовут миланья полное имя у меня полное имя милана но вы знаете что болгар принято называть детей в честь бабушек дедушек крайне меня так было раньше не знаю как сейчас так вот здесь что у нас находится бабушкина кровать комната сделана в таком как сказать голубом цвете таком немножко знаете как серебрица вот так вот найти такая снежная комната всегда называю как комната снежной королевы трюмо здесь самого детства мы тут все бегали красились и так далее найти как две девочки вот там за трюмо есть плита раньше и пользовались не буду сейчас открывать неудобно раньше пользовались давно уже когда не было у нас еще газа в девяносто таком-то году и папа решил одну вот эту ее оставить потому что мало ли что знаете в украине все может быть и с газом и с повышением цен на газ и все остальное поэтому решили пусть будет там книжный шкаф я вам его уже показывала телевизор маленький перешел он был гостиной там поставили большой сюда поставили этот этот сломался кстати не работает пока он здесь стоит ну и шкаф для одежды в принципе все есть вот таком стиле она сделана голубом снежном вот таком интересном стиле эти двери которые вам показывала в коридоре но вы одна из них будет стоять вот здесь ее будут менять потому что это уже идет дверь которая ведет нашу столовую хочу сказать что раньше еще до того наверное как я родилась здесь вообще не было комнаты то есть ее построили как бы заново и сделали уже потом позже уже когда я выросла уже сделали из нее такую вот столовую здесь нет плиты ничего это просто столовая куда у нас часто если приходят гости мы здесь общаемся сидим обедаем ужинами так далее вот если это там не какое-то большое мероприятие которое делается в тех верхних комнатах то все сидят здесь здесь такой вот диванчик кожаный стол стулья холодильник наш белый и вот такая вот кухонька здесь стоят все гаджеты там чайник микроволновка кофе машина кстати которую мы маме в прошлом году на день рождения дарили тостер и там мойка есть все здесь нет ни плиты ничего висит тоже телевизор можно посмотреть в принципе в этой комнате вот я как рассказывала и планируется делать сейчас ремонт когда я буду уже уезжать мама сказала все будем убирать снимать потому что где-то уже все порвалось обои все остальное отведите там внизу в общем нужно уже это начинать все делать будут что делать полностью сдирать со стен все бои по низу вот это все снимать все выносить и что-то там выравнивать местами стены где нужно заново все красить стены все освежать обновлять вот эту дверь будут менять здесь на пластиковую и вот это тоже на выходе тоже заказали уже будут менять двери кстати те пластиковые не дешевые их покупали еще три-четыре года назад мама сказала хорошо что купили потому что сейчас значительно подорожали по моему вот это стоит почти 15 тысяч потому что она такая двойная да и вот это стоило около пяти шести тысяч сейчас уже в разы конечно дороже все в принципе ничего больше такого здесь висит наш календарь с димой старый еще на стене там тоже наша яночка это старшая старшая моя племянница но у нас тут еще маленькая вот в общем вот так вот здесь тоже висят две фотографии попытайтесь узнать но это моя сестра с мужем это их свадебная фотография 13 лет назад вот покажу поближе вот так что было видно и пишите похожая на сестру или нет но может быть сестра еще попадет как-нибудь на видео еще увидимся по-любому и вот это я между прочим в университете это фото висела на доске почета в университете и так я привезла его домой еще одна копии где друзья из столовой если мы поворачиваем сюда направо налево точнее здесь котельная здесь котел стиральная машинка бойлер в общем вот такая маленькая комнатка сделана под котельным из котельной сюда можно зайти в ванную комнату тоже такая вот симпатичная здесь занавеской за шторкой ванна большая и там еще можно душем пользоваться здесь все как обычно станут по стандарту да унитаз раковина зеркала в общем все сделано вот в таком бирюзово-зеленом в каком-то таком вот светлом стиле как для ванной комнаты так что вот такие еще две комнаты у нас здесь расположена все вот такой вот здесь вот такая столовая и из этой столовой мы уже выходим на вторую веранду на эту вот маленькую обычная веранда такая та длинная вот она продолжается оттуда получается это одна целая как будто но там разделена погребом получается и здесь есть еще маленькая такая как кладовочка такая кухня где можно что-то приготовить такое знаете по-быстрому пожарить что-то чтобы не воняло например где-то в другом месте и здесь старая кухонька тоже наш стоит ничего особенного обычно такая маленькая кладовочка такая рабочая я вышла с этой маленькой веранды и вот так выглядит с улицы со двора до до принципе вот погреб куда мы вчера заходили которые вам всем понравился писали что там можно жить и вот здесь вот такая тоже веранда идет длинная беседка им тоже вчера уже показывал который именно возле дома ну и там огород скамейку эту тоже кстати хотели покрасить сейчас на днях но папа сказал что нужно вот эту доску поменять потому что уже сломалась не хотим другую покупать потому что эта скамейка она у нас уже я не знаю сколько лет мне кажется я родилась она уже стояла это такое же знаете традиционный атрибут нашего дома поэтому покрасим ее и будет здесь стоять мне кажется она сюда идеально вписывается летом кстати если какие-то праздники летом или на улице жарко классно сюда просто выносим стол накрываем и когда гости еще кто-то и вот поверху папа еще проводит такой свет в общем здесь намного лучше вечером когда такая вот хорошая погода все надеюсь вам все показала вниз уже у нас идет вот видите я вышла с той веранды вниз там идет такая как тоже лет мне немножко кухня там есть плитка стоит так далее там что-то такое готовят уже более серьезное чтобы не готовить в той маленькой кухне и вниз уже идут такие как сараи где там поросята живут овцы и всякое такое знаете где там куры тоже бегают где есть что-то какие-то заготовки да для того чтобы кормить животных в общем все как обычно вот здесь в дом когда входишь две двери такие пластиковые то есть можно снизу оттуда заходить и можно в этот коридор зайти вот с двух дверей с этой стороны есть вход и с той стороны вход наверху наш еще гараж хотела вам показать тут знаете папина святая святых посмотрите что столько нету 500 тысяч инструментов даже часы висят стоит наша машина рено вот покупали и не помню когда не за может лет 7-8 назад и точно не помню то есть она но в новую практически купили вот и там смотрите висит лодка папа прям сделал такие крепления папа у меня рыбак но как рыбак не прям часто он наездить на рыбалку но любит а бывает что может поехать и вот эту лодку мы ему все вместе мы старшая сестра ее семья мы все вместе ему подарили на получается на день рождения в ноябре вот в том году вот поэтому у него теперь из такая лодках классная но уже ездил ловил карасей в общем все нравится все вот надеюсь уже теперь точно все вам показала пишите ваши комментарии впечатлены нашим домом что вы думаете вот так живут болгары в украине в болгарском селе у нас село заселено болгарами очень многие спрашивали что это как такое получилось что болгары в украине как-то странно болгарские села вам объясню когда-то когда болгария была под османский мигом вы знаете ли 300 она была под османский мигом вот мои предки да и там люди которые здесь живут они бежали оттуда то есть это как те же переселенцы так есть переселенцы в германии так и здесь это те переселенцы которые в свое время пришли сюда по дунаю и вот селились возле каких-то да там где вода потому что что чтобы что-то выращивать чтобы жить чтобы все это делать нужна вода конечно же поэтому селились вдоль озер каких-то рек возле дуная и так далее и вот образовалось у нас такое большое село, Криничное называется, на болгарском называется Чешмелия, поэтому здесь и живут болгары. То есть я вообще по национальности болгарка. У меня родители чистые болгары, бабушки, дедушки и так далее, до десятого колена, наверное. Просто я уже родилась здесь, в Украине. Понятно, что у меня украинское гражданство, но в душе. И по сути я, конечно, прежде всего болгарка, потому что все равно с детства разговариваю на болгарском, да и до сих пор вот здесь, дома с родителями села, разговариваю на болгарском языке. Вот. Все рассказала, надеюсь. Сейчас идем дальше заниматься нашими делами домашними. Так, сели вот сейчас почистить смородину. Посмотрите, как она выглядит на ветке. Сейчас почистим. Еще есть шелковица, и мама сказала, закатаем несколько банок компота. Думаю, что будет очень вкусно. Есть и продолговатая смородина, есть и круглый сорт разный. Так что сейчас будем очищать, складывать, и потом из них варить компот. Я снимала дом, а мама тем временем закатывает огурцы, засаливает вот в таких бутылках. Потом их разрезают зимой и продают в тавочках такие вот соленые огурцы. Домашние такие классные. Хотела еще показать, сейчас, чтобы не было напугаться. Наши овечки маленькие, смотрите. Класс! Смотрите, какие они. Все-все, я вас не показываю. Все, они прям на нервах. Здесь они кушают, они здесь, ну, днем находятся, потом папа их туда заводит, запирает. Ну, ближе вот тут, в том сарае уже, вот через эту дверь туда, на ночь. Здесь они на воздухе, свежем, только днем. Ну, и папа иногда их выгоняет туда пастись, потому что у острова тут просто куча зеленой всякой. Ну, и сено вон едят. Не только сено, вон от лука всякие. Оставшиеся там эти ветки. Все, что можно. Вот сейчас смородину мы чистили, тоже ветки от смородины. Мамы кидают, они кушают. Все. Вот так, отсюда я всегда ходила в школу. Или сверху выходила с той калитки, или вот отсюда, снизу, через эту дорогу. И вот видите, там вдальше видно центр, вот через это всегда шла. Там у нас речка еще, через мостик всегда шла в школу и обратно. Вот сколько здесь прохожено, тропах за все годы, конечно, вообще. Ой, вот помню, мне было лет 10, когда вот эти все трубы здесь устанавливали. Нам проводили газ. Мы, наверное, были одной из первых сел в Одесской области, где у нас, когда у нас появился газ, наверное, было, если мне было 10 лет, это где-то 98 год. Я уже не помню. 97, 8, 9, где-то в тех годах. И я прям помню, как мы с родителями красили вот эти трубы в разный цвет. Маленькие были, красили все полностью, через весь пустырь, представляете? Вот так. Вот там еще у нас сосед живет, и там уже дальше идут соседи. Здесь всегда никого. Когда была в школе, когда училась, вот сюда где-нибудь, на травке стелила себе такое покрывало, и учила экзамены. Лежала, читала, учила биологию, химию, украинский язык, историю Украины, в общем, математику, все, что нужно было на свежем воздухе. Так что, видите, я выросла в селе, понимаете? Ну, просто в раздолье, где воздух чистый, где все домашнее из еды. Я к этому всему привыкла. Конечно, мне сейчас в Германии сложновато. Конечно, вы иногда пишите, вот тебе не нравится тот продукт, этот продукт, как он может нравиться, если здесь все такое вкусное? Так что там приходится приспосабливаться. Вот такая у нас красота. Погода сегодня просто песня. Все, ребят, на вот таком красивом виде, летнем сельском вайбе, таком на сегодня с вами уже прощаюсь, потому что уже наснимала целый влог, и не короткий, достаточно длинный. Но вы просили снимать села, я вам стараюсь все снимать. Буду уже с вами на сегодня прощаться. Как всегда, увидимся в новых влогах. У нас сегодня воскресенье, завтра в понедельник еще думаем или завтра поехать в Визмаил, или во вторник. Скорее всего, поедем во вторник, потому что во вторник у нас работает рынок в Визмаиле, в понедельник не работает, а нам надо тоже кое-что купить домой с папой. Поэтому, скорее всего, придется ехать во вторник, завтра еще тут дома побудем. Вот, но мы так поедем и вернемся, я же не там не буду жить, просто я 15 лет жила в Визмаиле, когда там училась, работала, сюда только домой в гости, приезжала там на выходных, там и так далее, на каникулах. А сейчас, конечно, я сюда приехала, здесь мне хочется быть с родителями дома, а Визмаил так, только по делам. Все-таки мое родное именно здесь. Визмаил, конечно, я тоже люблю, там прошла такая достаточно большая часть моей жизни, но здесь все равно, родное здесь, это точно. Все, на сегодня с вами прощаюсь, как всегда, увидимся в новых влогах, спасибо вам огромное за все ваши комментарии, лайки, привет вам от наших курочек, которые кричат сзади, видите, тоже в кадр хотят попасть, вот они там бегают, и увидимся в следующих влогах. Всем пока!